Информация для жителей города Челябинска. Именно так начинаются объявления, расклеенные на подъездах домов металлургического района. А дальше в рамках плановой замены оконных конструкций дилер завода-изготовителя предлагает заменить деревянные окна на пластиковые. И что самое интересное, 50% оплатит этот самый дилер. Плановым ремонтом занимаются управляющие компании. Только вот о таком подарке для жителей коммунальщики и сами узнали из объявления. Во-первых, с нами, с управляющей компанией, никто этих планов не согласовывал. Значит, никаких актов допуска на производство работ не получал. Заманивают ценой в 50%, ссылаясь, как будто какая-то из организаций будет компенсировать оставшиеся 50%. Но это просто не серьезно. Серьезность этого предложения мы решили проверить самостоятельно, позвонив по указанным телефонам. Один номер оказался заблокирован, по второму ответили. 50% идет скидка? Да. А на что она идет? В смысле, что она идет? На что? На установку или на изготовление? Она идет только на вашу конструкцию, на окошечко. Монтаж, демонтаж уже, у нас уже наши проблемы, мы уже плачем вам это все. В итоге, по словам фирмы, одно маленькое окно обойдется горожанину в 5000 рублей. При этом у других челябинских фирм таких фантастических скидок просто быть не может. Иначе никакой рентабельности. Да и со 100% предоплатой никто из законных фирм не работает. По телефону звонила им, спрашивала. Нам сказали, что оплата идет вперед. Ну и мы побоялись. А почему? Ну, обманывают много. Вот и мы остерегаемся. Подобная информация о программе капремонта и замене окон появилась еще весной этого года. И тогда же антимонопольщики провели проверку. Форма подачи больше походила на рекламу, недобросовестную. Было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. И по итогам его рассмотрения комиссия приняла решение о том, что реклама является ненадлежащей, а именно недостоверной, вводящей потребителей в заблуждение. Данной фирме выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Решение по делу вынесено, штраф этой фирме выписан. Только вот подобные объявления продолжают появляться на подъездах домов. Жителям же советуют, прежде чем обращаться в какую-либо фирму по замене окон, сначала поинтересуйтесь, есть ли у них право на производственную работу и сертификат качества. Юлия Анфалова, Андрей Зинченко, СТС, Челебинск.